Если вы хотите узнать о реальном баге на верты на Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот вы знаете, меня просто уже все это окончательно достало. То, что когда я выпускаю видеоролик про какой-то сервер, про какой-то проект, про какого-то GTA, самп ютубера и все прочее. Хотя это сюда не относится абсолютно точно. Мне говорят, мол, блядь, ну вот ты как-то, ты нас уже всех достал. Ты постоянно там говоришь про абсолют рулиплей, там я не знаю, про адванс рулиплей. А про ошибки, про какие-то баги своего проекта и вот там про минус своего проекта ты не говоришь вообще никогда. И эти люди, понятно, что они такие, знаете, ну какие-то залетные. Они вот только зашли на какой-то один мой видеоролик, а дальше уже в суть, ну особо сильно не углублялись. То есть им абсолютно похуй на то, что у меня есть видеоролики, в которых я прям, знаете ли, целенаправленно рассказываю о каких-то багах на Arizona RP. И говорю, что да, баги это нормально. Баги на большинстве GTA Sam проектов это нормально. Когда у тебя тут же мод, там вот и все вот эти, знаете, прочие программистские штуки, они уже достаточно, типа-таки, знаете, большие. Большие, тогда сложно вот что-то добавить, что-то новое сделать, чтобы не допустить какую-то ошибку, понимаете? В этом вся проблема. И когда Arizona Roleplay в очередной раз выпускает обновление там длиной, я не знаю, в 200 строк в паблике ВКонтакте в своем, она сообщает о том, что вот мы сделали то, мы сделали это. И понимаете, дело все в том, что на других серверах вот то, что сделала Arizona, какая-то маленькая строчка. У них это идет как такое, знаете, прям какое-то глобальное обновление или вроде того. Вот в этом-то вся и проблема. Я понимаю, другие сервера, да, они, возможно, не хотят быть похожими на какие-то вот это, на Arizona, ту же самую, на другие проекты. Поэтому они добавляют некоторые системы и ищут свои методы того, как ту или иную вообще систему можно реализовать для того, чтобы она, типа, была крутая. Допустим, на Samprope достаточно крутая система автоугона. Когда Arizona только открывалась, там, 2014 или 2015 год, у нее тоже была система автоугона, потом от нее как-то, ну, избавились. Непонятно почему. Ну, вот, а Samprope, допустим, славится своей системой автоугона. На Arizona Roleplay есть, допустим, свои системы. А на каком-то другом Pro, и, допустим, на Advance Roleplay, вот, крутая система казино. И вообще, и вот таких вот всяких вещей, которые цепляют на том или ином сервере, их много. То есть, их прям ищешь, ищешь, и вот находишь, и вот эти вот вещи тебя удерживают. Конечно, не только они, конечно, возможно, твои какие-то титулы, ранги, ордена на этом проекте, на этом сервере конкретном, на котором ты играешь. Тем не менее, все равно, я постоянно рассказываю про какие-то ошибки Arizona Roleplay, потому что, ну, вот, без разницы, какой ролик я выпущу. Будь то это, я не знаю, там, про какие-то ошибки Arizona Roleplay или про какие-то ошибки другого проекта. Да, возможно, ошибки Arizona Roleplay, если я про них расскажу, их поправят, безусловно. Но для этого есть Рич, он это все находит более оперативно, он это как-то все, знаете, исправляет более круто. У него там, знаете, он на короткой ноге уже там с валиком, ну, со Стасом, как бы, я ему могу написать. Но, наверное, Рич, он все-таки ответит намного быстрее, тем не менее. Однако, вот, контактов в валика у меня, типа, нету, у меня только вот Стас. Поэтому у Рич, как бы, у него больше возможностей фиксить всякие баги, всякие проблемы и вот все-все-все прочее, связанное с Arizona Roleplay. Вернее, даже не он фиксит, а он просто находит эти баги при помощи, там, себя, либо своих каких-то подписчиков, либо там еще кого-то. И вот все вот эти, знаете, баги, он сразу же отправляет валику и он их фиксит. И это круто, это классно, потому что, ну, действительно, плохо. Это не когда, вот, допустили какую-то ошибку баг, то есть все ж мы люди, все ж мы совершаем какие-то ошибки, это у всех такое бывает. Не, ну, это Arizona, это вот, я так и знал, там, где скины бомжей, там всегда баги. Плохо, это когда тебя тыкнули морды в твою ошибку и ты, ну, вообще не захотел его как-то исправить, как-то стать лучше. А вот Arizona, в этом плане, она, конечно, молодец. Несмотря на то, что уже находит какой-то баг, да, после очередного обновления, тем не менее, Arizona все это исправляет. Именно поэтому она, наверное, сейчас топ-1 проект в Сампе, наверное, поэтому вот так происходит. И других объяснений я просто не могу, ну, типа, найти. Вот, с лирическим отступлением мы закончили, теперь пора рассказать и про, вообще, сам баг. Что вообще в очередной раз нашли на Arizona Roleplay? Я не так давно рассказывал вам про то, что на Arizona Roleplay добавили новые квесты, которые лично мне понравились, которые лично я стал проходить, потому что мне это действительно было интересно. Я действительно благодарен Arizona RP за то, что вот, ну, они добавили такие квесты, потому что раньше у них вот квесты были такие, знаете, они все были похожи друг на друга. Но сейчас вот в этом вот обновлении Arizona Roleplay, она прям, знаете, так исправилась. И вот это вот прям мне, ну, очень сильно понравилось. За это ей, конечно же, большое спасибо, респект и все такое. Разумеется, многие писали, многие писали, многие говорили о том, что квесты однообразные. Наверное, вследствие, опять-таки, этого Arizona все это исправила, все это смогла сделать. Она, в общем-то, в любом случае молодец. Так вот, в чем же заключался тот баг, который нашел Рич? Не так давно я рассказал о том, что вот вышли квесты на Arizona Roleplay. И дело в том, что за выполнение большого количества этих квестов, там, кроме каких-то вроде как некоторых, там, в каких-то не дают, вроде как азекоин, в каких-то дают азекоин, но не суть важная. Это не имеет никакого значения тут абсолютно, чтобы вы понимали. А дело в том, что игрокам за прохождение определенного квеста давались азекоины. Но, видимо, разработчики, там, знаете, заработались, видимо, у них там было еще что-то, и они забыли, что квест должен быть как бы на один раз. И сделали его, чтобы его можно было проходить много раз. То есть, это тот самый квест, где нужно было отвезти вот этим ветеранам всем подарки, там, или какие-то еще вещи. И этот квест можно было выполнять сколько угодно раз. За одно выполнение этого квеста давали 25 азекоинов, а это при курсе перевода в валюту Х2. Это прям, знаете, замечательные такие деньги, на которые можно было бы много чего купить, если бы все это можно было набагать. Однако, доблестный Ричи Мару, Рикки Мартин и вот все вот эти, знаете, прочие друзья Долорензи, они как бы нашли этот самый баг, о нем сообщили Валику, и он, разумеется, все это, как вы понимаете, поправил. Теперь, когда даже я выполнял эти самые квесты на Arizona Roleplay, такого бага я встретить не смог, потому что, видимо, ну, видимо, его уже пофиксили. Хотя, ну, даже я как-то тут, ну, не особо знаю вообще. Но, скорее всего, да, его пофиксили, потому что, а несколько раз выполнить один и тот же квест, я, к сожалению или к счастью, не мог. Вот, поэтому вот так вот. А вообще, всем спасибо за просмотр от данного видеоролика. Если найдете какие-нибудь, я не знаю, там, квесты, какие-то баги, вот все вот эти, знаете, а прочие вещи на Arizona RP, то сообщайте мне, и я, наверное, все это буду сообщать каким-то другим людям. Возможно, сообщу это Ричи, да, мы с ним давние друзья, давно мы с ним дружим, и поэтому я сообщу ему, он сообщит Валику, а мы с ним вместе запишем такие, знаете, видеоролики, и все у нас будет замечательно. Оставляйте лайки, дизлайки и не забывайте, что геймплей данного видеоролика был заснят на сервере Arizona Roleplay Phoenix. Заходите туда по айпишнику в описании, вводите мой никнейм Данте Коддер, и при достижении вами пятого игрового уровня вы получите себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. А там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, заходите, подписывайтесь и узнавайте все прочие вещи именно там. Всем спасибо, всем не прощаюсь, да.